Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, кто такой Антихрист? Конечно, прежде всего нам вспоминается книга Апокалипсис, которую толком никто не читал, а если читал, то не очень долго продержался, потому что что-то очень непонятно, хоть и торжественно, и символически, и вообще книга такая сложная, что даже они читают ее за богослужением в православной церкви, но тем не менее, это книга богодухновенная, настоящее пророчество, откровение, которое своему любимому ученику и апостолу Господь наш Иисус Христос дал. И, конечно, мы вспоминаем Антихриста с большой буквы, то есть того зверя, которого, зверя, понятное дело, не в смысле животное, то есть того, кто заменит Христа в конце времен, кто сосредоточит в себе все антихристианские черты и сможет обмануть, поскольку он выступает вместо Христа и заставляет людей поклоняться себе. Заставляет людей поклоняться себе не всех страхов, а заставляется поклоняться, потому что охота что-то получить. Для нас антихрист, тем не менее, уже угрозой является сейчас, потому что все-таки откровение Иоанна Богослова — это уже некоторое дополнение, это послание к нескольким церквям, перечисленным Иоанном Богословом, своим адресатам, а все-таки вот надо нам отталкиваться от слов самого Христа в Евангелии. Если мы их упустим, то мы и неправильно поднимем Иоанна Богослова. Давайте послушаем, что апостол-авангелист Матфея пишет. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Но о чем здесь речь? Тут же не говорится про одного антихриста, не говорится, что вот кому-то одному будут поклоняться. Нет, будут те, кто ложные христы, ложные пророки. Нам кажется, что это как ложные христы, это как? Но надо понять, что Христос, Мессия, по-русски это помазанник. Мы так привыкли, Господь наше Иисус Христос, что забываем, что это некоторый такой славный эпитет спасителя нашего второго лица, святой живоначальной Троицы, что восстанут те, что они как будто помазаны Духом Божьим, что они, собственно, Бог. А есть те, которые не будут претендовать, а которые скажут, что вот мы просто пророки, мы там Бога как-то от лица Бога говорим, хотя не-не, мы на божество не претендуем. Конечно, здесь речь идет и о том, что нам могут появиться какие-то лжеучителя, есть некоторые религии, которые возникли, потому что пришел человек и сказал, вот я пророк Бога, вот Иисус обо мне тоже говорил, давайте будем тоже мне поклоняться, вот я такую религию очень удобно изобрел, тут вот все очень по расписанию надо делать, тут, в принципе, можно что-то себе больше позволить, где-то построше, где-то помягче, и религия, в принципе, очень широко распространилась, это по миру. Но и более того, этот процесс продолжается, и особенно вот в последние времена, в последние не смысле какие-то там далекие времена перед вторым пришествием Спасителя, а в последние времена, 19, 20, даже 21 век, вот этот расцвет, расцвет различных сект, где, правда, порой некоторые лжеучителя объявляют себя Христом, Спасителем нашим, а некоторые берут и объявляют, ой, я там пророк. Не будем рекламировать, перечислять эти секты, ну а в принципе, это ситуация на слуху, когда кто-то приходит и начинает что-то ложное возвещать. Тут еще все-таки надо понять, что лже-пророк, лже-христос и антихрист, антихристос, это нечто более тонкое определение, потому что антихрист, анти по-гречески, это не только против Христа, это вместо Христа, то есть то, что ты воспринимаешь вместо Христа. Поэтому тоже для нас антихрист может быть не только человеком, который какую-то секту загоняет, какое-то ложное учение, но это в принципе человек, который нас уводит от спасения, причем не потому, что он такой какой-то особо плохой, а просто потому, что мы поддаемся, как вот сказано в англисте Матфея, прельщаемся и другие люди прельщаются, но даже избранные. Избранные кто? Избранные к спасению, то есть христиане, те, кто уже светом Христовым просвещены. Поэтому тоже мы должны оглянуться вокруг себя, возможно, какие-то люди вокруг нас подталкивают нас к греху. Это не значит, что мы должны сказать, ой, ты плохой, я там не буду с тобой общаться. Нет, это мы должны приложить все усилия, чтобы, проявляя к ним любовь, заботу, тем не менее, дистанцироваться от их греха. Есть у нас какой-то друг, приятель, который, в принципе, мы с ним очень много лет знакомы, весело время проводим, но он нас подталкивает к выпивке, к праздному временипрепровождению, а то и к каким-то действительно уже более страшным грехам. Значит, не значит, что мы должны как-то его там ругать, как-то его унижать. Нет, ну, в принципе, мы говорим, так, дружище, нам с тобой сейчас не по пути. Чем-то я с тобой готов заниматься, аж действия уж как-то один или лучше, давай-ка ты тоже завязывай, то есть попытаться своего друга из этого вынести. Но в данном случае, если человек этот нам заменит Христа, это уже будет большая проблема. Такая же большая проблема и вот эти те самые ложные кумиры, когда человек там думает, ой, футболист, актер, телеведущий и так далее, вот, вот он вместо Христа сейчас заслонен. При этом человек может оставаться христианином, вот вроде верить в Бога, и неглобально ему вроде этот человек Христа не заслоняет, но часть души уже чем-то этим парализована. Кроме того, вот в какие-то времена, когда всякие различные переживания, скорби бывают и какие-то фейковые новости постоянно, тоже мы должны помнить, помнить слова спасителя, и каждое услышанное нами слово проверять через Евангелие, потому что если мы поддадимся на какую-то панику, на какую-то клевету, то тоже мы вместо того, чтобы послушать Христа, послушаем Антихриста. Конечно, Антихрист, как человек в последние времена, который объединит людей против спасителей, который будет сокрушен с Христом, Христом, который придет во своем страшном втором и славном пришествии, это, да, конечно, будет такая историческая фигура, но мы не должны и до этого споткнуться, не должны споткнуться, что и каждый человек, который встречается перед нами и сталкивает нас к греху, мы должны относиться, конечно, к нему, как к любому человеку, с любовью, но с некоторой осторожностью. И самое опасное, чтобы Антихристом не стал сам человек, чтобы я не стал Антихристом, надо задать себе вопрос, сказать, а не являюсь ли я Антихристом, не против ли я Христа сейчас в своем грехе, в своем нехристианском поведении, не являюсь ли я Антихристом, который загораживает Христа для другого человека, тоже своим антихристианским проведением, Причем не обязательно богоборческим, который вместо Христа предлагает что-то другое. Прежде всего, когда мы смотрим, Евангелие обращено не чтобы рассказать нам о каких-то событиях, каких-то третьестепенных вещах, информацию пополнить в нашей голове. Евангелие дано нам, чтобы лично нам уберечь и наследовать Царствие Небесное. Поэтому начинаем исправление себя, смотрим, чтобы никто нам снаружи не навредил, и тогда даже если мы все-таки доживем до того момента, возможно, когда тот самый антихрист с большой буквы будет править на земле, нам ничего не будет страшно, Господь придет и спасет нас.